МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Билет, вошла в помещение Нью-Йоркского аэропорта, положив в карман самое ценное, что у нее было – билет в Москву. Несколько лет назад она бросила все – карьеру, близких, родину, и поехала в Штаты следом за любимым мужчиной. Но в итоге дорого заплатила за свой поступок, оставшись одна на другом конце света совсем без денег. И теперь возвращалась домой никем – покинутой, забытой, бедной. У меня в кармане был один доллар. Мне тогда было не до чего, потому что мне надо было, собственно говоря, выживать. Тогда, 15 лет назад, возвращаясь из Америки в Россию, Мария вспомнила прошлое. А вот она, 16-летняя девочка, закрылась в комнате и кромсает свои коньки, рыдая и раня пальцы. Это была первая трагедия в ее жизни. Машу, которая выросла в спортивной семье и с трех лет занималась фигурным катанием, бросил партнера. Больше года Аниканова готовилась к самым ответственным в своей спортивной карьере соревнованиям с 18-летним Петром Чернышевым, нынешним мужем актрисы Анастасии Заворотнюк. А он за неделю до чемпионата просто исчез, не сказав ей ни слова. И мы с Петей начали тренироваться, и тренировались год, и нигде не выступали, чтобы хорошо подготовиться к первому старту. Конечно, мне было больно, а как же? Выяснилось, что девушка Чернышева эмигрировала в Америку. И влюбленный Петр отправился за ней, махнув рукой и на свою партнершу, и на соревнования, к которым готовился целый год. Аниканова чувствовала себя брошенной и обманутой. Она твердо решила – больше никакого спорта. Но даже подумать не могла, что фигурное катание еще надолго останется центром ее личной жизни. После окончания школы Мария поступила в Академию театрального искусства. Казалось, раны начали заживать. Аниканова все свое время отдавала учебе. Все изменило случайная встреча с Евгением Платовым. Мы были знакомы с детства, потому что мы оба занимались фигурным катанием. Он был ее первой любовью. Но когда-то не обращал на девочку внимания. Ведь в то время Маше было всего 14, а ему уже 20. Теперь же Аниканова показалась Платову настоящей красавицей. И с детства безнадежно влюбленная в Евгения Мария наконец-то дождалась взаимности. Уже спустя несколько дней они пошли на первое свидание, а потом и в ЗАГС. То есть первая семья такая любовь была, и я вышла замуж. К сожалению, эйфория влюбленности прошла, когда супруги поселились вместе. Платов с головой погрузился в карьеру, а Марию спорт больше не интересовал. К тому же она была увлечена учебой в театральном, общением с новыми друзьями и такой непривычной для нее творческой атмосферой. А когда Аниканову пригласили в театр «Современник», семейные обязанности начали ее тяготить. Поэтому новость о том, что Евгения едет выступать в Америку, совсем не огорчила актрису. Наоборот. Представляете, что такое поступить там в 19 лет сначала во ВГИК и резко поменять вообще круг общения, начать читать вдруг резко книги. И мне было совершенно не до домашнего хозяйства и не до чего. Не успела Аниканова развестись, как ее жизнь снова кардинально изменила неожиданная встреча. По иронии судьбы, тоже с перспективным фигуристом. На юбилей к заслуженному тренеру Татьяне Тарасовой, у которой актриса в свое время каталась, приехал Илья Кулик. Он тогда жил и тренировался в Соединенных Штатах. Между молодыми людьми сразу вспыхнула искорка. Мария влюбилась. Она и подумать не могла, какие страдания принесет ей эта страсть. Но, опять же, я была тоже не очень взрослая. Я была молода и в состоянии влюбленности. Тебе кажется, что опять это на всю жизнь, эти отношения, этого так хочется. Аниканова настолько потеряла голову, что ради любимого была готова на все. В это невозможно поверить, но она даже отказалась от такой желанной актерской карьеры. Бросила театр и отправилась за Ильей в далекую Америку. Мария любой ценой хотела угодить Кулику. Я старалась, да, я старалась. Я была домохозяйка. Я варила супы, готовила обеды, убирала квартиру. Пойти на такие жертвы Марию заставило безумное желание наконец-то иметь полноценную семью. Она лелеяла надежду родить ребенка от любимого мужчины. Но Кулик не спешил даже просто узаконить их отношения. В то время он завоевал титул олимпийского чемпиона и все реже бывал дома, оставляя Аниканову одну в чужой стране. А потом, словно гром с ясного неба, до Марии дошли слухи, что у Кулика страстный роман с легендарной фигуристкой Екатериной Гордеевой. Подавленная и опустошенная Аниканова собрала последние деньги и купила билет в Москву. Тогда, садясь в самолет, она и подумать не могла, что там, на другом конце света, ее ждут отсутствие денег, работы и никаких перспектив на будущее. А бюджет был небольшой, особенно первую неделю, когда я приехала. И когда я стояла и решала, что мне купить, хлеб или хлеб с маслом, в общем, выбор у меня был небольшой. На хлебе, как жили. К подружкам ездила питаться. Чтобы буквально не умереть от голода, Мария переступила через свои амбиции и решилась обратиться к руководителю театра «Современник» Галине Волчек. У меня достаточно было одной фразы сказать ей, что Галина Борисовна, я вот, видимо, должна была удариться мордой об асфальт. Я ударилась мордой, и вот я у ваших ног. Она сказала так, возвращайся в старый спектакль во все свои, играя, дальше посмотрим. Судьба, наконец-то, сжалилась над актрисой. Мария исцелила свои душевные травмы, сделала карьеру в театре, а со временем ее начали приглашать в кино. А вот только Аниканова убедила себя, что любви в ее жизни больше не будет. Даже после знакомства на театральной вечеринке с молодым актером Андреем Сепиным, она твердо стояла на том, что чувствий уже достаточно. Вот в тот момент, когда меня спрашивали, готова ли я была к отношению, вот в тот момент я была не очень готова. Потому что тогда как-то у меня настолько не складывало, что я сказала себе, нет, все, давай-ка с личной жизнью заканчивай, Маша, давай действительно занимайся карьерой. 31 год я себе сказала, видимо, свое ты уже отлюбила, хватит, все. А вот Андрей, влюбившись в красавицу, решил действовать незамедлительно. Его не остановили даже многочисленные отказы Марии. В театре работала наша общая знакомая, гример, и у нее я взял телефон, набрался наглости и позвонил. Он мне говорил, да, ну может быть, я тогда позвоню через 15 или через полчаса, может быть, вы передумаете, на что я знаю точно 100%, что, в общем, я ни с кем не собираюсь встречаться. Я говорю, да, конечно, звоните. В результате на 25-й звонок, когда меня это задостало уже вся эта ситуация. Уже под вечер я сказала, ну хорошо, я говорю, ну я уже никуда ехать не могу, там все, где встречаться. Хотите, приезжайте, сказала я. И Андрюша приехал. Вот уже летом будет 7 лет, как мы вместе. Своим вниманием и заботой Андрей растворил оледеневшее женское сердце. Мария ответила на его чувство взаимностью, и уже спустя два месяца они поженились. Когда же в новостях Аниканова услышала о том, что в Москву на 60-летие тренера Татьяны Тарасовой снова приехал легендарный фигурист Илья Кулик, она поняла, что прошлое осталось в прошлом. Перед глазами промелькнули все ее взлеты и падения, радости и разочарования. А когда программа закончилась, счастливая актриса выключила телевизор, улыбнулась и поспешила встречать с работы любимого мужа. А потом в жизни пары произошло самое счастливое для них событие – рождение долгожданной дочери. Сейчас я могу с уверенностью, с огромной радостью сказать «да». Когда я раньше давала интервью, меня спрашивали, у вас есть дети? Я все время пускала глазки, говорю, пока нет, мы очень хотим. Да. У нас дочка, ей через 10 дней будет 6 месяцев.